Энвиас на карте Даст 2. И эти ножи без шансов выигрывают парни с команды Энвиас. Именно они будут выбирать сторону на Дасте, ну и вроде как выбирают защиту. Я немножко ошибся, когда говорил, что кто-то там выбивает в турнир, а кто-то не выбивает. Дело в том, что на этом турнире совсем уж какая-то новая система проведения. Вроде как две группы по четыре, но из групп выходят по три команды. И, соответственно, завтра мы с вами будем наблюдать еще и четвертьфиналы. Четвертьфиналы будут состоять из тех команд, которые заняли вторые и третьи места. Соответственно, выбывают из каждой группы по одной команде. Поэтому, если Энви сейчас побеждают, тогда, соответственно, они занимают третье место в группе А. Первое, поляки, они попадают в полуфинал. Второе, Клауд Найн, третье, скорее всего, Энви и четвертое, Люминосити. Последнее место, если они проиграют сейчас в этом матче. Если победят, тогда Энви вылетает из турнира, Люминосити остаются и будут играть против второго места группы Б. Но при этом фнатики ТСМы все равно будут играть сегодня друг против друга. Это две команды группы Б, которые проиграли свои матчи. И, соответственно, одна из этих команд покинет соревнования. И мы ждем. Мы теперь ждем, пока LG напишут рейди, пока Энвиас напишут рейди и матч начнется. Ну, пока Энвиас напишут рейди и матч начнется. Ну, что ж, пистолетный раунд. Карта ДАС-2. Что-то Артемит поток наш немножко подлагивает, хотя какие-то баги. Какие-то баги в трансляции. Хэппи чекает у нас коробку. Перед коробкой у нас находится Пит, который поехал специально в Северную Америку, чтобы выступать за американскую команду. Ну и пока что у этой американской команды ничего не получается. Выход через зигзаг без шансов. Энви берут пистолеты в защите на карте ДАС-2. Опять же, продемонстрировали замечательную стрельбу. Каждый попал по хедшоту. Но, помните, карту ДКэш Клауда тоже точно так же отлетели от Энви в пистолетах. Но в итоге карту Кэш они взяли. Поэтому одной пистолетки мало, чтобы судить о том, кто же победит. Но, действительно, Энви немножко ближе к своей победе на Дасте. С другой стороны, ДАС-2 очень сильная карта, конечно же, для команды Энвиас. Но Америка тоже ДАС-2 всегда играть умело более-менее неплохо. ДАС-2 довольно-таки индивидуальная карта, где решает стрельба, личный скил. И вот с этим у американцев проблем никогда не было. Проблемы были всегда в основном с тимплеем у американских команд. А вот со стрельбой у них все было всегда в порядке. Хэппи откидывает флешки на центре. Под эту флешку Шокси прочекал миддл. Никого нету, занимает ближнюю позицию. Пока что халдят у нас парни с команды LG перед коробкой. И готовы выходить на длину. НБК прочекал своих оппонентов. Флешку никто не откинул. НБК живет пока что в яме, но не более одного фрага. 4 в 4. Хэппи тем временем на центре. Играет на шифте. Замечает пит на зиге. Хороший спрей. Пит погибает. В итоге через длину у нас парни с командой Льюминосити, ну, наверное, не пройдут. Они почему-то решили вернуться на зигзаг. Хэппи готов принимать, естественно, пальму. Делает хэдшот. Лекс погибает. Умирает также Питер. И это 2-0 в пользу команды Энвес. Три игрока у команды Энвес выжили. Дают ребят другую дропы. Но LG был полный эко-бай. И, соответственно, теперь нужно играть только с глоками. И не более того. Шокси отвечает у нас за бэк, как обычно, с Киакином. Ребят с командой LG занимают верхнюю Т-шку. Шокси возвращается на центр. Ну и готов принимать мидл. LG подошли к воротам. Шокси с МП-шкой начинает LG-шник действовать. Шокси попадает в хэдшот. Переключается на пистолет по 2000-й. И ловит, по-моему, еще одного своего оппонента. Да, Энвес погиб. Само Самкио точно так же принимает в смог соперников, выходящих из туннелей. В итоге 3-0. Энви довольно-таки уверенно отыграли все свои анти-эко-раунды. Появляется снайперская винтовка у команды LG. Ее перекинули Пётру. И Пётр... Будет вычислять, как всегда, мидл, наверное. Вот он. Пётр, Питер. Ну, если, наверное, американец, то Питер. А русский вариант Пётр. С другой стороны, русскоязычный стрим. Может быть, все ники нужно так читать, как Пётр. Тоже вариант. Питер с АВП чекает мидл. Выбрал пока что довольно-таки небольшую щель, которую, ну, по обычаю нужно простреливать игрока, который пытается промелькнуть с Б на А. Заняли у нас американцы пятером зигзаг. Есть раскидка. Есть 4 смока, одна флешка и декой у Лекса. Ну, декой это не очень важно. А вот смоки, конечно же, положить они, скорее всего, смогут. Пётр. Выцеливает смок. Который, я так понимаю, должен упасть на просвет куда-нибудь. Даже на контрольский респаун, скорее всего, да. Вот такой вот смочок. Смитс всё прекрасно видит. Откидывает сам флешечку. Под эту флешечку попытается реализовать АВП. Оп, промахнулся. Вниз падают у нас игроки атаки. Смитс уходит подальше. В итоге Аплент у нас американцы заняли. И... Нужно выбивать. Смитс. Отстрелитель Аплент попадает в Пита. Загулял немножко у нас игрок атаки. И Энвес начинает делать выгивание. Падают вниз у нас ребят с команды LG. И... Рисковали Энвес. Они пропушили этот смок, собственно, который опрокинули нас американцы при выходе. Потом ещё один смок они кинули. Но и Энвес ничего не оставалось, как пропушить как раз-таки этот смок. Хэппи остаётся один против двоих. Лекса и Питера. Ну и погибает от Лекса, выходящего из зига. Первый раунд берут американцы. Счёт становится 3-1. Ну и Энви покупает Эмки. Берут они, естественно, девайсы в свои руки. Фамас. Шокси скинул Смитсу. П-250 от НБК. И 3 Эмки с глушителя. АВП у Питера 4 АК от команды LG. Перед коробкой находится у нас НБК. Агрессивничать ребят с командой Льюминосити не стали. Пока что халдят. И ждут авось. Кто-нибудь проркадит. Хэппи занял гусь. Есть игрок на длине. Ну и перед коробкой по-прежнему НБК. Который с пистолетом по 250. Будет ловить момент. Ну и скорее всего врываться. То ли быстро, то ли медленно на шифте. Ну, с одной стороны, медленно ты рискуешь наткнуться на хэдшот. Если быстро, тогда тебя могут услышать игроки, которые находятся перед коробкой. НБК в итоге не пошел внутрь. Находится он перед длиной. Откинувают у нас игроки атаки флешку. НБК отвернулся. За баги. Начинают нашивать, я так понимаю, длину. И НБК вешает 2 минуса. Энжер и Пит погибают. Отличная стрельба от НБК. Но если честно, вот второй игрок, который погиб, по-моему, Пит. Он вообще не понимал, что происходит. То есть первый проверил, погиб. Пускай из-за того, что первый, да. Но второй почему-то не развернулся на 180. И даже не пытался, мне кажется. Смит спросил на центре. Извините, на зиге. Пошел у нас выход через зигзаг. Хэппи пытается найти хорошую позицию. И в итоге он сгорел. Но нанес довольно-таки много дэмэджа. У Питера остается 1 хп. И в итоге это может сыграть злую шутку с командой Энвиас. Дело в том, что хоть один хп и остался, но при этом бомба была установлена. И НБК теперь один. Потому что только что на зиге погиб один из его тиммейтов. НБК действует через Дельпана. Питер живет на пленте. Откидывает флешечку. Питер сейчас встанет. Попытается вычислить. Бомба на пленте. Дефуза НБК есть. 5, 4. Наф откидывает гранатку. НБК погибает от Нафа. Второй раунд для команды Люминосити. Наф сделал минус 4 в этом раунде. Отличная индивидуальная игра от американского игрока. И у команды Энвиас заканчиваются деньги. Соответственно, нужно делать эко. На зигзаге НБК погибает моментально от Энджера. На пленте у нас находится игрок защиты. Энджер откидывает еще одну гранату. Хэппи, правда, отошел на Дельпана. И играет с Дезертыглом. Пытается повесить ваншот. Не судьба. Хэппи минус. Смитс тоже умер. На центре ворвался Кио Кин. Играет с Дезертыглом. Один против пятерых. Напоминаю, что это матч на вылет из группы. Проигравший покидает турнир. Победитель занимает третье место в группе. И проходит дальше. И будет играть четверть в финал. Против группы Б. Против команды, которая займет второе место. Второе место в группе Б занимает команда или Кейди Старс. Или команда... В кем фнатики играли? Или команда ЦЛГ. Или Кейди Старс, или ЦЛГ. Займут второе место. Шокси. Играет на Зайчики в воротах. Забирает на Спита. Играет дольше. Хороший спрей. Врывается у нас на центре. Игрок защиты. Это Смитс с дробовичком. Выход на точку Б. Пытались быстро у нас американцы зажать Б-плэнт с нескольких сторон. Но Шокси творит чудеса. Квадро-хилл от одного из лучших французских игроков. И... Французы выходят вперед. Сеня, что происходит с командами? В каком плане что происходит с командами? Сеня, ответь, пожалуйста, почему сегодня все лоу коэффициенты проходят? Сегодня такой день. Вы думали, такого никогда не случится. Но такое бывает. Потому что одна карта. Если бы сегодня играли по две карты, тогда не все лоу коэффициенты прошли. Но так как играют по одной карте, то в принципе, как раз таки в таких случаях довольно таки большая вероятность, большой процент на то, что лоу коэффициент сыграет свою роль. На длине размен. Пит делает два хатшота. Погибает, правда, до этого Лекс. И Пит красный. Хэппи работает на картинке, а Шоксито поджал пальму. Спрейд забирает одного из своих врагов, забирает дальше Питта. И это 2 на 2. Наф и Энжер. Бомбу подберут на террорском респауне. Хэппи и Кио против Нафа и Энжера. Но вот Хэппи, мне кажется, в коробке не должны ждать, потому что Шоксито ее, эту коробку пушил. Ну, не коробку он пушил, пушил он пальму. Но в этой области сделали не килл, соответственно, Хэппи должны были не ждать. Но хотя террорист смотрел. Смотрел в ту сторону. И Хэппи мог только что погибнуть. Остается у него 13 хп. Наф подобрал у нас бомбу. Играет дальше довольно-таки агрессивно. Что это за смок в прыжке? Думал, сейчас Наф нам покажет супер просто какой-то смок. Но нет, это просто какой-то смок непонятный вообще. Наф действует через просветчик. Это Аплент. Не заметил он только что одного из своих оппонентов. А Хэппи спалился. Однако два игрока действуют у нас через ЗИК и нычку. И, соответственно, Нафт проигрывает этот раунд. Сейчас мы опять три Энвиаса тащат. Деньги заканчиваются теперь уже у Льюми Ности. И вот так вот команды размениваются тройками. Три раунда за Энвиас, три раунда за Элджи. И, судя по всему, опять три раунда за командой Энвиас. Если уж пошел русскоязычный стрим, то это Петрович и Алекс это будет Алексеевичем. Ну да. Леха, Леха, Петя, Питер, это тоже Петя. Анджер, это Ангар. И Наф, это Нафталин. Наф. Забирает Шокси. Хороший хэдшот на центре. На грибах погибает у нас игрок французской команды. А вот НБК забирает Питера. Кио начинает нашивать с единицы окно. Убивает Лекса и Энджера. В итоге опять 2 на 2. НБК на конторском респауне. Не знаю, слышал ли он Нафа, который прокрался в темку. Но если не слышал, то просто решил проверить эту точку. Ну и, собственно, он был прав. 6-3 в пользу команды Энвиас. Французы берут еще один раунд. Синер, ты слышал про украиноязычный стрим, дорогие зрители. У нас действительно на ESL нововведение. Есть украинская трансляция ESL. Поэтому, если присутствуют украиноговорящие зрители, а я уверен, что такие есть, то вы, в принципе, можете воспользоваться сайтом и найти украиноязычный стрим ESL. Шокси играет у нас с флешкой. Кио делает подсадочку на пленте. Шокс чекает длину. Там у нас возле ямы есть игроки атаки. Ну и вот он, Шокси, один из лучших стрелков в мире. Просто на дальней дистанции перестрелял. Только что очень быстро своего оппонента. Мне кажется, человек даже не понял, что произошло. Шокси, дальше на пленте. Дальше на пленте. Дальше играет довольно-таки агрессивно. Прилетает коктейль молотов. Он не точный. Шокси в итоге за испанским ящиком. Ну и, в принципе, отсюда он должен принимать своих врагов. Делает еще один килл. Выигрывает для Кио немножко времени. В итоге Кио Кин действует через длину. И мне кажется, что игрок атаки его отсюда не должен ждать. Но, пи... Ожидал. Минус Кио. Хорошая стрельба. Счет 6-4. И... 5 раундов остается... В... Первой половине. Деньги... Кстати, закончились у команды Энвиас. Плохо они отыграли позапрошлый эко-раунд. Два игрока у нас в Селесу выживало. И в итоге из-за этого Энвиасы вынуждены делать эко с деглами. 4 дезертыглы и P250. Ну, давайте посмотрим, как эти ребята владеют... Данными пистолетами. Элджи. Находится на мидле. Лекс забирает нас с Митца. Ситуация 4 в 5. НБК с деглом. На пальме у нас есть игрок атаки. И Элджи аккуратно на шифте перемещается в верхнюю тэшку. Наф у нас откидывает смачок под Б. Ну и при этом Энвиасы, по-моему, принимают уже эту позицию. Ну, пока что вдвоем, но третий уже спешит на помощь. Но перестреливают все-таки Шакса. Кио у нас за Иксом. Тоже погибает. На зайчике стоит у нас Хэппи. Пытается кого-то вычислить. У него это получается. Реализация своего дигла делает минус 2. Бомба выпала, кстати, на Хэппи. Возможно, удастся еще и Пит забрать, но нет. Здесь уже бесплатные фраги заканчиваются. 6-5. Пользуют командой Team Энвиас. По-прежнему французы впереди. И вот пока что, опять же, тройками размениваются ребята. 3-3-3. И, возможно, ну, если проводить аналогию с прошлыми раундами, то, вроде как, счет должен стать 6-6. То есть, этот раунд, возможно, уйдет команде атаки. Фомас. Венбики. Дробовик у Смитса. И Эмки от команды Энвиас. Два игрока под Б. Один на пленте, один на Зиге. И один перед коробкой. Игрок атаки с бомбой перемещается на Зигзаг. Ну, и пока что за Зиг отвечает один из Смитса. Играет он с дробовиком. Не самое лучшее оружие, которое может противостоять выходу. Хотя, опять же, как играть, как засчитает, не засчитает. Если говорить на сленге про игроков. Бывает такое, что стреляешь, вроде как, одинаково с дробовиком и творишь какие-то чудеса. А бывает, что вообще просто в молоко. Хэппи. Рывается под фашку на Зигзаг. Замечает у нас Нафа. Никто не прикрывает тиммейта. Наф находился на Зиге 1. Ну и, соответственно, Б. Пленд решили зажать парней с командой LG. Шокси не удалось подловить Пита. Однако, он дает информацию своим тиммейтам. Действует под моменталочку, которую отбрасывает Кио за ворота. Ну и Кио успешно принимает Питак. Пита погибает. Пит погибает. Остается последний Лекс. Ну и все-таки седьмой раунд уходит ребятам из команды Envias. Шокси с П2000. ФАМАС у нас у НБК. Хэппи, Шокси, Кио и Смитс. Шокси просел, попал снайпер в него. Контроль карты. Опять же, демонстрирует лимоности. Заняли верхнюю Т-шку, заняли коробку, пальму и ждут. НБК с ФАМАСом перед длиной. Хэппи тем временем возле синего ящика. Ну и довольно-таки аккуратно. Действует LG. Занимают пол карты и в принципе могут зажимать один из плентов. Ну и если пойдут на длину, скорее всего проиграют раунд. Но они принимают другое решение. Выходят аккуратненько на миддл. Пит готов оцеливать контроль с кирплана. Перетает флешка не точная, но Пит не сумел перестрелять с Митса. Однако Лекс, например, слепым не был. Энджер накидывает гранаты на зигзаге. Но ребят с командой LG никуда не идут. Дальше контролят карту. Дальше не вылазят. На зиг перегруппировались. Наф отвечают на зацентр. Судя по всему, попытаются фейкануть на миддле. Раскинут стандартный смок в контроль с кирплана. А сами пойдут через центр. Из этой позиции отвечает Смитс. Играет он с АК-47. Больше Смитсу никто не поможет. И самое главное, против него выходит снайпер. Поэтому Смитсу нужно играть довольно-таки аккуратно. Смитс откидывает моментальную гранату на плент. Играет под флешку своего еще и тиммейта. Энджер делает все-таки размен. НБК подходит на помощь. Но промахнулся у нас товарищ НТМДК. Но Энвесы вместе собираются в кучку. Начинают выбивать они плент А. И, по-моему, кто-то сейчас, возможно, даст раунд. Нет, бомба устанавливается. Однако Пио действует очень четко по таймингу. 8-5. Энвесы берут еще один раунд. И у команды LG нет денег. Нужно делать эко. Кто украинскую трансляцию комментирует? Я не знаю этого человека, дорогие зрители. Но украинская трансляция... Кстати, пропала. Была и пропала. Слишком мало людей, видимо, смотрело этот стрим. И она куда-то пропала. Не знаю. Была точно утром. Там было довольно-таки мало людей. Потому что о ней, в принципе, мало людей знало. Но, видимо, пропала. Шокси откидывает у нас гранатки. Зайчка. В центр. Кио находится с эмкой. Перед пятаком. Тем временем, Хэппи решил словить момент на длине. Подловил Питера и Лекса. В итоге ситуация 3-4. Кио на планете. Замечает пятак. Хороший спрей прямиком в голову. Пит погибает. Остается на 1 со скаутом. Против четверых. И на самом-то деле, LG делали сейчас очень большой риск. Они сделали так называемый эко-бай в предпоследнем раунде. И в итоге, напоследок, у них абсолютно нет денег. Опять делают эко-бай. Опять так 9-ый и скаут у Питера. Ну и в этом плане у Энви преимущество по экономике довольно-таки хорошее. Шокси просел, попали из мухи в него. Он с АВП на центре. Чекает зигзаг. Быстро довольно-таки LG заняли все свои позиции. Наф пересейивает Кио. Вешает ему хэт. Ну и Шокси теперь вынужден оттягиваться на точку Б. Ловит Нафа. Хэппи тем временем убивает Ангера. Пошла у нас информация, что выхода через центр. Зажим Б плюс С. Хэппи тем временем на зиге. А вот Пит убивает Смит. Подобрал он винтовку, скорее всего, Шокси. И реализовал ее пока что на 100%. Хэппи чекает ближние позиции. НБК идет через туннели. Ситуация 2 в 3. В меньшинстве парни с командой Энвиас. И это или 9-6, или 10-5. Однако французы, естественно, победят. В первой половине. Опять же. НБК откидывает гранаты у нас вдаль. Откидывает флешечки. Замечает. За их сомер от Пита. И погибает все-таки Энвиас. И 9-6. Победа французской команды. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что, дорогие зрители. Начинается у нас пистолетный раунд. 2 УСПК, 3 пистолета П2000 против 5 ГЛОКов. Нав занимает дальнюю позицию. НБК продемонстрировал игрокам защиты, что находятся под Б. Но сам-то не пошел. Шокси ловит момент. Находит Дельпана. Прилетает смокан после респаун. Пит моментально сносит Шокси. Смитс погибает от Лекса. Пит пытается залезть на темный ящик. Но, скорее всего, ему нужно было просто пропушить смок. И тогда бы он точно убил НБК. В итоге Бэплэнд у нас зажимает. Игроки атаки. Хэппи на контрольском респауне. Дает информацию своим ребятам. Мол, пацаны, я в спине. Хэппи находит одного. Спрей дальше. Убивает только Пита. В итоге НБК один. Но один. Попадает в хэдшот. Уходит на пятак. Понимает, что четко попал по Питеру. И команда Энвиас все-таки берет пистолетный раунд. Как бы хорошо Пит не сыграл на контрольском респауне. Еще лучше все сделал нас хэппи. Хотя мог, в принципе, убить, конечно же, двоих. Но и так. Убил одного. Нанес много дэмэджа. Дал информацию. И самое главное. Очень сильно напугал игроков защиты. Из-за этого НБК сделал основную работу. МПшки калаш от команды Энвиас. Киокин играет САК 47. Два скаута. Питер и Пит. Ну и Экобай. Интересное решение от команды Элджи. Если они сейчас проиграют раунд. То очень тяжело этим парням будет напоследок. Пит. На просвете попадает, кстати, Смельца. Непонятно, зачем Шокси решил упасть. Контрольский респаун. Очень сильно он только что рисковал. Пускай он убивает Пита. Но, скорее всего, Лекс сейчас делает свой минус. В итоге умирает у нас НБК. И команда Элджи берет Экобай. Очень уверенно, очень даже самоуверенно сыграли Энвиас. И в этой ситуации в итоге парни с команды Элджи очень круто расконтролили те девайсы, которые были у них на руках. А на руках у них было две мухи, пистолеты и... Вторые арморы. Даже без гранат. Питер играет со скаутом на пальме. Забирает Смельца. В этот момент Пит пытается реализовать свой скаут на длине. Ситуация 4 в 5. Команда Энвиас. Экобайраунд. Купили они пистолеты по 250 так 9. Но такое впечатление, что проигрыш к лоудам команду Энвиас ничему не научил. Они вот по-прежнему очень уверены в себе. По-прежнему думают, что они играют там с какой-нибудь 20-й командой мира. И вот почему-то не понимают, что на самом-то деле это матч за выход дальше из группы. И если они сейчас его проиграют, тогда будет все довольно-таки тяжело. Но Энвиас уверенно выходят на Б, зажимают Б плюс центр. Хэппи убивает контрольский респаун. В итоге остается у нас Пит со скаутом и Энжер. Энжер умирает от Хэппи. Пит остается один против троих. Разворачивается на центр и погибает от Хэппи. 11-7. Энвиасы все-таки тащат раунд. И теперь без экономики остаются парни из команды LG. Но все равно сейчас Энвиасы были в одном шаге от проигрыша. Тогда бы Луминоси собрали 8-й и 9-й раунды. Потому что Энвиасов было и Каба, и денег бы у них не было. Но в этот раз залетело. Но все равно чересчур уверены в себе. Энвиасы... Хотя, с другой стороны, может быть, это и правильно. Просто бегаешь, летаешь, хэдшотишь. Главное все делать быстро, четко и грамотно. Но уже несколько подобных игр Энвиасы проиграли. И как раз-таки эта самоуверенность подводила ребят. Лекс играет у нас с Успиком под Б. Ребят с командой Энвиас в этот момент вышли через длину. Заняли плент А и совсем скоро установят бомбу. Ну и возьмут, естественно, 12-й раунд. Энджерн подловил Кио на пальме. Можно подобрать его АК-47. Немножко загулял у нас игрок атаки. Вроде как должен был принимать спину. И... Подарил Девайс своим оппонентам. Хэппи начинает нашивать у нас с АК-47 врагов. Врывается дальше из зига. Пит тем временем на мясном ящике. Хэппи начинает нашивать смок. Нав, Питер и Пит. 3 на 3. Ну, бомба совсем скоро взорвется уже. И это 12-й раунд для команды Энвиас. Ну, а Питер будет сейвить добытый АК-47. Террористы победят. Сегодня матч с ЛГ против Кейди начнется. Или они вас будут ждать? Вас таково. На ESL и SEA Pro League на этом турнире все матчи идут друг за другом. Поэтому в одно время может быть всего лишь один матч. Поэтому никакой матч не начнется заранее. Поэтому вы ничего не упустите, дорогие зрители. Как раз таки следующий матч. Это действительно матч фаворитов группы А. ЦЛГ против Кейди Старс. Победитель проходит в полуфинал. Проигравший будет в четвертьфинале играть как раз таки против команды Cloud9, по-моему. Да. Команды Cloud9. А нет, как раз таки против Энвиас. Будут играть. В общем, второе место с третьим. И наоборот. Хэппи. Набивает на Спитера. Ситуация 2 в 2. Довольно таки быстро Энви опять зажали на точку бэк. Ее нашивают у нас окно. Остается Энджер. Есть по ним информация. Я слышал только что его игрок атаки. Энджер ловит гранату. Смотрел он до поры до времени центр. Но в итоге в самый важный момент он отвернулся. И Хэппи вышел ему в спину. 13-7. Ревеносица дает еще один раунд. Денег по-прежнему нету. И скорее всего счет будет 14-7. Сегодня я тебе задал вопрос. А мне дали предупреждение, мол, я спамлю. Ну, потому что очень строгие правила в чате. И они порой срабатывают против честных и добропорядочных зрителей. Воу-воу-воу. Питер на Афлекс. Поработали на Б. Сделали 3 кила. Но все-таки вышел у нас Киокин и перестрелял эту небольшую засаду. А вот Смитс на центре. Находит одного. Второго. Убивает Пита. Питер остается один. Против двоих с АК 47-м. Откидывает слайдшку на центр. Врывается на грибы. Ну и попытается затыщить этот раунд. Дефузов, правда, нет. 35 секунд до взрыва бомбы. Ну и, возможно, есть смысл засейвить все-таки АК. Чем, собственно, Питер, наверное, и будет заниматься. Нет дефузов. Были бы дефузы, наверное, пошел бы дальше. Ну и, соответственно, бот настроен таким образом, что... Ну, в 80% случаев он дает предупреждение за спам. Но в 20% под эти правила могут попадать зрители, которые там пишут. Или капслоком что-нибудь интересное. Или какой-нибудь символ используют. И так далее. Сегодня я передавай привет Персику. Передаю привет Персику. Персик это из мультика такой, слоненок. Мамонтенок, Персик. АВП у Смитса. 4 АК 47-х. АВП у Питера и эммочка у Нафа. 5 в 5. Питер откидывает у нас флешки на длине. Занимает у нас LG. Стандартные точки. Первый самый важный раунд для команды LG. Если сейчас Энвесы берут 15-й, они будут в шаге от победы. И, скорее всего, победят. В этой встрече займут свое почетное третье место в группе. Но алюминосити вылетят из турнира. Питер на просвете. Играет с ВП. Чекает выход из зига. Заняли у нас Энви. Зигзаг. Заняли длину. Мы, в принципе, готовы выходить. Шокси распрыгнулся. Забрал Пита. Почему-то у нас не смотрел зигзаг. Агрок защиты на цели он был на центр. Видимо, ожидал, что Питер сделает свою работу. Но он ее не сделал. Он не убил первого. В итоге Шокси сделал килл. 2 в 3. Лекс и Наф. Бомба будет установлена. Лекс. О, как он попал четко по хэппи. Довольно-таки такая дальняя дистанция. Но сумел. Кио. Падает контрольский респаунд. Хороший коктейль Молотова. Задерживает он Лекса и Нафа. В итоге Кио понимает, что снизу на контрольском респаунде никого нету. Это или зиг, или длина. НБК. На гусе. Какие два минуса. Просто на даке. Ползет и вешает хэдшоты. НБК. Минус 2. Счет 15-7. Энвес. В одном шаге от победы. Не понимаю, что за система. Если второе место с третьим, третье с вторым. Что первое место играет? Нет. Первое место попадает дальше в полуфинал. Первое место обеспечивает себе полуфинал. А вот второе с третьим играет четвертьфинал, друзья. Это такая новая система. Впервые, если честно. Ее испытывают на двух группах. Очень часто эту систему испытывают на двух группах, когда по 6 или 8 команд в группе. Но впервые я вижу, чтобы эту систему испытывали, когда по 4 команды в группе. Поздравляем команду Энви. Эти ребята справились. Они вышли с третьего места группы А. И будут играть против второго места группы Б. Пока что нам неизвестно, кто его займет. Это или Кейди Старс, или ЦЛГ. В итоге группа А. Первое место Виртус Про попадает в полуфинал. Второе место Клауд Найн попадает в четвертьфинал. И третье место команда Энви Ас. Ну и соответственно Клаудам немножко не повезло. Кстати, они со второго места будут играть с третьим местом группы Б. А третье место группы Б займут или Фнатики, или ТСМ. То есть по сути будет очень тяжело. Но я думаю Клауда подготовится. Ну что, дорогие зрители. Рекламная пауза. И остается у нас еще две карты на сегодня. Группа Б. ЕСЭЛ ЕСЭА ПРО ЛИГИ. Группа Б. Продолжение следует...